Привет! Это программа «Айти не обойти» на национальном телевидении Чувашия. С вами Евгения Фандеркина. Смотрите в этом выпуске. Что такое «Айти-кластер» и как он поможет региональным компаниям? Как в Чувашии развивается портал госуслуг? Когда в столичные троллейбусы вернется Wi-Fi? «Айти-кластеру в Чувашии быть» – дорожную карту утвердили в правительстве региона. Что это принесет республике и самое главное бизнесу, расскажем в следующем сюжете. В Чувашии появится свой «Айти-кластер». Дорожную карту по его созданию подписал премьер-министр республики Иван Моторин. Кластер объединит крупнейшие компании региона в отрасли информационных технологий. Объединение позволит представлять интересы не отдельной компании, а IT-отрасли региона в целом, в том числе претендовать на поддержку со стороны государства. Для государства, в свою очередь, это тоже важное начинание, помогающее в формировании цифровой экономики. Термин относительно новый. Проект одноименной программы предполагает развитие сразу нескольких направлений. И Чувашии здесь есть что показать. Это в том числе и мероприятия, связанные с развитием новой инновационной идеи, значимой цифровой экономики, как «Умные города». Это и госфектор. Какие мы ставим задачи перед IT-кластером? Это, прежде всего, создание инновационной среды для наших стартапов, для наших студентов и для создания, прежде всего, прорывных проектов. Уже на данный момент определён состав членов этого кластера. Кто будет входить, это наши основные ведущие крупной IT-компании. Объединяются компании в кластеры не только в сфере IT. Так, в Чувашии есть, например, электротехнические и диджитал-кластеры. Уже сейчас все основные информационные системы, которые используются в органах власти республики, продукты местных айтишников. Кроме того, компании региона участвуют и в закупках обеспечения на уровне страны. И новое объединение даст им дополнительный импульс для развития. И, соответственно, их объединение, большой конгломерат, позволит увеличить их конкурентную способность и, соответственно, для продвижения, прежде всего, на рынке не только России, но и за рубежом. Поэтому ставку ставим не столько, соответственно, развитие наших IT-компаний именно в части программного обеспечения, создания программных продуктов, направленных именно программных продуктов, но и, соответственно, интеграцию наших IT-компаний с промышленным кластером. Только вот в этом симбиозе мы сможем достичь больших успехов. Как раз вот кластер должен стать тем консолидирующим инструментом, который позволит выполнять подобные работы, но уже, соответственно, не одной компанией, а с распределением тех работ, которые могут быть. Обсуждали идею создания подобного кластера еще в декабре прошлого года на одной из площадок местного IT-форума. Сообщество поддержало начинание. В регионе есть таланты, но не всегда есть возможность для их раскрытия. В задачи кластера войдет как раз поддержка стартапов. Столкнулись с тем, что приходит очень много талантливых ребят, которые по менталитету ориентированы именно на сферу IT и на программирование, в частности. Вот мы это видим, и таких ресурсов, человеческих ресурсов в республике очень много. И сам собой возник вопрос, что этот потенциал, он недоиспользован явно сейчас в республике, он не работает на полной мощности. Его надо как-то раскручивать, как-то задействовать. И сама собой возникла идея о том, что нужен какой-то IT-кластер, который бы уже на уровне республики, на уровне как бы власти и правительства республики организовал бы этот потенциал и направлял бы его на повышение конкурентоспособности местной чувашской продукции, выход на мировые рынки и так далее. Но для бизнеса это просто выход на мировые рынки, поскольку IT это глобальная совершенно штука. То есть тебе не нужно строить какое-то локальное производство. То есть ты как только начинаешь работать в этой серии, ты фактически можешь продавать уже во всем мире. В идеале кластер может приобрести вполне физическую прописку в IT-парке, отмечают представители бизнеса. Безусловно, должен быть какой-то IT-парк в идеале при государственной поддержке, с возможностью экспертизы, привлечения профессиональной экспертизы для оценки проектов. На сегодняшний день основные участники кластера уже определены. Как он будет развиваться дальше, покажет время. В последние годы россияне все чаще предпочитают портал госуслуг по ходам по ведомствам. Только в этом году в стране количество пользователей единого портала государственных и муниципальных услуг выросло на 10 миллионов человек. Активно им пользуются и жители Чувашия. Портал из года в год меняется. Какие новые видения ждут нас в этом году? Подробнее в сюжете. История портала государственных услуг началась в 2009 году. Тогда там размещалась информация о 110 услугах федерального и 200 регионального и муниципального уровней. В 2010 появился личный кабинет, через который можно было отправить документы на оформление некоторых услуг. Тогда это была подача налоговых деклараций и лицензирования. В 2011 проект получил премию Рунета. А число зарегистрированных пользователей достигло 1 миллиона человек. Сейчас там авторизовано более 50 миллионов россиян. В Чувашии порталом государственных услуг пользуются 69% жителей региона. Это выше, чем в среднем по России. Однажды зарегистрировавшись, пользователи получают доступ практически ко всем государственным, региональным и муниципальным услугам на экране компьютера или смартфона. По итогам 2016 года, по опросам Росстата, мы занимаем третье место среди всех субъектов Российской Федерации по количеству оказанных услуг в электронном виде. 69,9% всех услуг у нас оказывается в электронном виде. Если говорить о наших региональных услугах, то их оказывается 62 услуги. И в этом году мы делаем большую работу для того, чтобы эти услуги еще были улучшить. В этом году, в августе месяце, мы запланировали большую работу по переводу всех этих госуслуг на новую платформу с новыми функциями. В отличие от нынешней ситуации, нашим гражданам по местным услугам будет доступна как оплата возможности госпошлины с скидкой 30%, так и, соответственно, возможность досудебного обжалования, и эти услуги станут более удобными. Вообще говоря о том, что правительство делает большую работу популяризация этих услуг. В скором времени к оплате штрафов и госпошлин получению различного рода документов с помощью портала государственных услуг добавится возможность записаться на прием к врачу. В этом году одним из больших прорывных событий, которые будут сделаны в нашем портале госуслуг, это появление личного кабинета пациента, где к концу года будут представлены все медицинские услуги, оказанные нашим гражданам. У вас будет возможность не только записаться на прием к врачу, но и просмотреть все виды услуг, которые вам были оказаны за счет бюджета в наших учреждениях. В том числе, кроме этих услуг, к концу, уже к середине 2018 года появится возможность просматривать результаты посещений. Наиболее популярные у жителей Чувашии госуслуги это государственная регистрация рождения, государственная регистрация брака, постановка ребенка на учет в детский сад, содействие гражданам в поиске работы. По данным за первые полгодия, самыми востребованными стали услуги Министерства культуры Чувашии, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и администрации города Чебоксары. В целом по стране самыми популярными госуслугами являются проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штрафов, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, регистрация автотранспортных средств, получение водительских удостоверений и оформление загранпаспорта. Чувашия снова претендует на победу в конкурсе «Проф.АйТи-2017». Проект из республики по организации информационного межведомственного взаимодействия при оказании медицинской социальной помощи инвалидам вошел в шорт-лист номинации «АйТи в социальной сфере». Разработчики уверяют, аналогов он не имеет. Наши граждане Казахстан в непростой ситуации, получившие то или иное заболевание, с помощью этой системы могут получить полностью весь современный комплекс всех социальных услуг, начиная от медицинской организации, заканчивая непосредственно уже получением технических средств реабилитации и социальной адаптацией. Чувашская республика не первый раз региональным проектом участвует в этом конкурсе. В 2013 году мы участвовали с программой, вернее, с проектом жилищно-коммунального хозяйства, заняли первое призовое место. В 2015 году мы также заняли первое место с информационной, региональной информационной системой обеспечения тоже незащищенных слоев населения необходимыми лекарственными препаратами. А в Чебоксарские троллейбусы возвращается Wi-Fi. Пользоваться им можно будет бесплатно. В первый день осени в Чебоксарах должны заработать 90 муниципальных Wi-Fi-точек. Три в публичных местах – Красная площадь, Лакиревский и Детский парк имени Николаева. Остальные на четырех маршрутах троллейбусов – первом, четвертом, двадцатом и двадцать первом. Скоротать время в социальных сетях, найти нужную информацию в интернете можно, не выходя из троллейбуса. Для подключения к Wi-Fi-сети пользователю нужно будет пройти идентификацию и авторизацию с помощью номера своего мобильного телефона. После этого он может спокойно заходить в интернет в любом месте без регистрации. Одновременно доступ к сети с мобильного телефона или планшета могут получить до 50 пассажиров. Проект имеет социальную направленность и создан для того, чтобы люди имели доступ к информационным муниципальным ресурсам, государственным услугам. Кроме того, Wi-Fi в троллейбусах позволит поставить дополнительные камеры видеонаблюдения, что повысит безопасность на транспорте и вообще, в принципе, пассажиров. То есть такие вещи, как забытые сумки. Если раньше в троллейбусах можно было часто встретить человека с книжкой в руках, то приметы нынешнего времени – планшетники или смартфоны. Сейчас молодежь считает, если ты не можешь проверить почту или написать пост в личном блоге, ты уже непродвинутый человек, не шагаешь в ногу со временем. Одним из плюсов считаю, что можно сесть спокойно, мобильное устройство ее достать и почитать перед лекцией или семинаром какой-нибудь материал интересный. Перед экзаменом, например, тоже. Также посмотреть видео. Я знаю, как бы здесь троллейбусы ездить очень долго. Может еще возникнуть такая штука, что кому-то будет проще кататься на троллейбусах, чем сидеть дома и платить за это деньги, как за интернет. К этому я отношусь положительно, так как троллейбусы бывают иногда скучные, там далекие поездки, если нет доступа в интернет, то Wi-Fi был бы хорошим решением, было бы интереснее ездить. В троллейбусном управлении надеются, что бесплатный Wi-Fi привлечет больше пассажиров в общественный транспорт. Пока судить об этом рано, но если эксперимент удастся и интернет будет востребован, бесплатная сеть появится и на других маршрутах. Ну а как же обстоят дела в республике? Пользоваться Wi-Fi могут жители 14 районов. Там размещаются 77 точек доступа в интернет. Построены они в рамках проекта устранения цифрового неравенства. Благодаря ему новые возможности уже получило около 38 тысяч жителей Чувашии. Выглядит это следующим образом. В населенном пункте, численность которого от 250 до 500 человек, ставится точка доступа, опора. И в радиусе 100 метров жители данного населенного пункта получают возможность пользоваться услугами интернета в радиусе 100 метров. Есть перечень бесплатных ресурсов, порядка 2000 интернет-ресурсов бесплатных. Самое актуальное для жителей – это, естественно, портал государственных услуг, чтобы они могли в полной мере пользоваться всем объемом госуслуг, которые сейчас предоставляются в электронном виде. Устранение цифрового неравенства – это в первую очередь социальный проект, не только выстраивающий инфраструктуру на селе, но и улучшающий качество жизни. Как вы думаете, как в Советском Союзе представляли 2017 год? Нет, это не только уже построенный коммунизм, но и новейшие технологии. Что-то уже существует, а что-то и сейчас звучит непривычно. Лифт ко дну моря, подземный город, импульсивная пушка. Мы нашли диафильм, авторы которого рассуждали о том, каким будет новый мир. Диафильм 1960 года так и называется в 2017 году. По сценарию, после урока географии, с экскурсом в предполагаемую историю развития СССР, когда меняли русло рек, улучшали климат Дальнего Востока и пускали через Беринга в пролив атомные поезда, советский школьник Игорь просыпается от легкого щелчка по носу. Это стены и часы, придуманные в шутку его отцом. Сегодня у мальчика путешествие в подземный Углеград, построенный за полярным кругом. Дома у родителей Игоря настоящие чудеса новейшей техники. Умная кулинарная машина, телевидеофон. На экскурсию школьников везут на реактивном самолете. Кстати, они все-таки выпускались. Одно такое судно можно увидеть в Ульяновском музее гражданской авиации. Прилетают ребята в Заполярье, суровый край. Однако в Углероде есть солнце, правда кварцевое. Но это не мешает местным жителям загорать. Ребятам рассказывают о достижениях советских ученых. Одно из них – летающая станция управления погодой на мезонной энергии. Пока она не доработана, но в будущем появится радиоуправление. Спокойствие нарушает срочная новость. Империалисты взорвали остров в океане. Это грозит катастрофой всей планете. На помощи должна прийти новая станция, несмотря на все ее недоработки. По счастливой случайности, папа Игоря Евгений Сергеевич работает на этом проекте. Он и главный синоптик страны садятся за руль станции и летят на Черноморское побережье, где бушует смерч, и работает мама Игоря. Герои спасают сотни людей, живущих в зоне катаклизма. Станция улучшает погоду и в Москве, где как раз готовится к столетию Великой Октябрьской революции. Праздник совпал с большой победой советской науки над природой. Вернемся в настоящее. В этом году в Чебоксарах стало на один ущебный центр больше. Открылся детский технопарк «Кванториум». Это достижение для всей республики, ведь за праздничными мероприятиями стоит большая работа. Самое главное здесь – обучение детей. И это «Кванториуму» удается. Детский технопарк для талантливых детей. Здесь вкладывают в будущее, готовят новые кадры по научно-техническим и инженерным отраслям. Нашей республике нужны высококвалифицированные работники. И «Кванториум» – хорошая площадка. В каждом подразделении дети занимаются своим видом деятельности. Так в IT-квантуме готовят юных программистов. Этот класс нацелен на развитие интереса к программированию, конструированию электронных схем и устройств. Если большинство пользователей смартфонов скачивают разные мобильные приложения, игры, такси, почты, соцсети, то ребята из «Кванториума» разрабатывают их сами. Мы создаем приложение «Электронный гид» для помощи туристам и приезжающим в наш город, чтобы они узнали больше о наших достопримечательностях. Один человек сообщал информацию о памятнике. Я искал фотографии. Кто-то писал программу, собственно говоря, а кто-то историю. Мы узнали, что в нашем городе в октябре 2016 года открылся новый памятник. Николе Теслу. Программирование – это финальная часть, своего рода оболочка. До этого проходит этап подготовительной работы, сбор информации. И он не менее интересен. Мы проходим по этапам. То есть мы придумали идею, потом дальше написали техническое задание на нее, расписали, как оно должно работать, алгоритмы придумали. И потом уже по маленьким шажочкам начинаем делать. То есть сначала простенький шаг, чтобы на кнопочки нажимались, какие-то действия происходили. Потом усложняем все это. Включаем циклы, переменные, функции. Потом дальше усложняем. Дети делают его более профессионально. То есть собирают туда материал, делают какой-то интерфейс уже более дизайнерский. Учатся работать с графикой. А вот шестиклассники Илья и Миша, то, что они предложат в своем приложении интернет-пользователям, сначала испытывают на себе. Мы создаем приложение, рецепты коктейлей. Шоколадный коктейль, черничный коктейль. Здесь обычные школьники, которым просто и интересно, отмечает педагог. Чтобы прийти и заниматься, не нужно быть гением и иметь университетские знания. Помимо IT-технологий, здесь есть и класс робо-квантум. Ребята совместно с преподавателями моделируют разных роботов. Четвероклассник Максим Сивкин самый юный разработчик. Он самостоятельно собрал робота парктроника. Датчики машины срабатывают, как только расстояние между препятствием и машиной сокращается до 40 сантиметров. Ученик второй гимназии Дима Фомин в команде Кванториума новичок. Впервые он пришел сюда месяц назад, но после нескольких занятий решил, что останется надолго. Сейчас он постигает азы робототехники. Это было специальное задание, по инструкции собрать и изучить это. То есть, ну да, было довольно-таки легко собрать это. Ну потому что пока что это легкие механизмы мы изучаем. Собственного робота продолжает собирать и семилетний Миша. На уроке в Кванториуме царит особенная атмосфера, ведь таких предметов в школе не преподают. Я делаю машину. А из чего делаешь? Как делаешь? Расскажи к нам. Я делаю... Ну это сложно сказать, но я сделаю что-то типа машины. В данном прыжке он получит новые навыки, которые сможет использовать в дальнейшем своей жизни. Не нужно использовать. Может быть, это будет связано с его будущим. Создать что-нибудь интересное и нужное для человечества. Задача Кванториума не только приведет детям тягу к науке, но и научить их искать полученным знаниям практическое применение. Учебная программа здесь насыщенная. Несмотря на то, что учебный год закончился, здесь проходит смена интеллектуальной каникулы. Все педагоги у нас прошли обучение в Москве. Они познакомились с многими разными программами и мотивацией детей, и вовлечениях в творческую деятельность, через игру прежде всего. И, конечно, дети, увлекаясь, начиная с игры, потихонечку втягиваются в процесс творчества. Они начинают сами придумывать какие-то модели, собирать. Они начинают сами экспериментировать. Ну, наверное, в этом основная задача Кванториума. На сегодня все. Смотрите «Айти не обойти» на национальном телевидении Чуваши и на нашем канале в YouTube. С вами была Евгения Фандеркина. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова